Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Первые восемь строк начинаются с буквы алиф. В первом разделе можно выделить две основные темы. Первая тема связана с послушанием закона Божия. Почти везде в данном псалме к слову «закон» присоединяется определение «господень». И это слово употребляется в сочетании с местоимением «твой». Твой закон. Намек на закон «господень» не устрашает, а воодушевляет. Повиновение закону является источником блаженства, источником непорочности. Ищущий блаженство человек соблюдает его откровение. Слово «откровение», которое также можно перевести как «свидетельство» или «повеление». В изречениях Моисея стоит в одном ряду с уставами и судами. Две каменные скрижали, на которых было написано «перстом Божиим», назывались, напомню, скрижалями откровения. Такие откровения являются свидетельством заключенного между Богом и людьми завета. Хранящие эти откровения люди ищут Бога всем сердцем, ходят путями Его и твердо хранят Его по велению. Так как вы заметили, этот псалом начинается примерно так же, как и самый первый псалом псалтыри. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». В синодальном тексте в русском переводе в первой строке сказаны такие слова «блажены, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Мы ставим запятую. И, конечно, можно спросить, кто эти такие непорочные в пути. Но если мы попробуем прочитать эту строчку целиком, то мы поймем, что речь идет о том, что человек идет все время куда-то по жизни. Как правило, мы, совершая свой жизненный путь, каждый день о чем-то думаем, говорим, что-то совершаем. И, следовательно, речь идет не о какой-то конкретной дороге из пункта А в пункт Б, а важен сам процесс, как мы двигаемся, как мы живем, в каком духе мы пребываем. И вот автору псалма здесь, как и в многих других вещах, интересует не столько физиология, не столько физика, сколько метафизика, внутреннее состояние наше, некие наши мировоззренческие принципы, которые нас толкают и сдерживают или сдерживают в тех или иных ситуациях. Итак, те блаженные, кто совершает свой жизненный путь непорочно, без пятна и без порока. Слово «непорочный» имеет в какой-то мере религиозную окраску. В частности, для жертвоприношения в древнем израильском культе подбирали непорочных животных, то есть без дефекта, без пятна. Шкура должна была быть чистой, однотонной, все ножки у этого жертвования животного должны быть целыми. То есть это не должно было быть какое-то хромое и покалеченное животное, а оно должно быть без изъяна, стандартное, целое, совершенное. Вот этот же образ некой однотонности, чистоты, белизны мы встречаем в том или ином намеке или в притче в евангельских повествованиях. В частности, в одной из притч, говорящей о браке сына, некий гость приходит на свадьбу не в брачной одежде. Мы, конечно, эту брачную одежду отождествляем с белым цветом. Небрачная значит не белая, значит, на ней были какие-то пятна или она была ненарядная, несветлая. Итак, слово «непорочный» — без пятна, без изъяна. В некоторых современных иностранных изданиях могут добавляться какие-то комментарии непорочный, то есть честный, порядочный, человек, на которого можно положиться, человек высокой морали, высоких этических стандартов. Слово «повеление» из 4 стиха употребляется только в псалмах. Повеление является смысловой параллелью к понятию «завет». Читатель псалма призван, взирая на все заповеди Божии, направить свои стопы на путь постоянного соблюдения его уставов. Такая жизненная установка не должна человека подавлять или устрашать. Напротив, результатом такого хождения в законе Господнем является благодарность, прославление Бога в правоте сердца. 7 стих. Слово, переведенное в 7 стихе как «суды», чаще всего имеют юридическую окраску. Таким словом могли обозначаться, например, решение, декреты, вердикты того или иного судьи, решение особо важной высказываний священника или правителя. Сам судебный приговор мог называться словом «суд». Система судопроизводства отсюда происходит или правосудие в целом. Из 7-го псалма мы узнаем, что Бог – судья праведный, строго взыскивающий. Поэтому псалмопевец поучается судам правды его. Он не раз совершал свой суд над языческими народами, над князьями и рядовыми представителями народа израильского. Поэтому в какой-то мере страшно обидеть Бога. И видя то, что другие претерпели заступничество, читатель псалма все более утверждается в том, что надо ходить прямым путем Божиим. Вторая тема раздела «Алиф» связана с самооценкой псалмопевца в отношении личных немощей и преследований со стороны недоброжелателей. Оговорка «Я не постыдился бы» из 6-го стиха подразумевает, что он мог претерпевать позор и унижение. «Тогда я не постыдился бы» Вот это условие «Тогда бы не постыдился бы» современными исследователями толкуется как то, что было, чем стыдиться. То есть не всегда жизнь у автора сама была ровной и непорочной. То есть были падения, о которых мы узнаем и дальше, которые сейчас автор переосмысливает. И так перед нами некая взрослая такая мудрая позиция человека, который уже что-то в жизни через себя пропустил. И вне зависимости от того, какой возраст у этого человека, он разговаривает как зрелый, как человек с опытом жизни. С опытом жизни, в который мы включаем не просто опыт прибавления духовных знаний, но опыт и падений, за которые ему стыдно. Заключительные слова раздела «Не оставляй меня совсем», 8 стих, предполагают страх перед неизвестностью. Это означает, что псалмопевец понимает, что ему самому без помощи Божией не устоять перед лицом жизненных трудностей. Много очень терминологии. Этот псалм, он характерен тем, что здесь очень много ключевых слов. И предполагается, что читатель данного псалма, он хорошо понимает, о чем идет речь. Ему уже важны не поэтические образы, воспевающие промысл Божий, явленный в природе. Не о воспоминании истории прошлого, как исход из Египта. Он воспевает закон как принцип, о чем мы скажем дальше. И потому здесь есть очень много синонимов этого слова, за которым стоят какие-то конкретные ситуации. Продолжение следует...